Ключевые точки роста аграрного сектора в отдельно взятом районе. Это не только залог конкурентоспособности территорий, но и ее социального развития. Грайворонский район стал объектом пристального внимания представителей департамента АПК области. Какие сельхозпредприятия станут визитной карточкой этого муниципалитета и каковы их перспективы, разбирался Александр Колотилин. Первый пункт – изюминка областного АПК компания «Белосетр». Здесь занимаются разведением ценных пород рыбы и производством черной икры. Чуть более года назад на этом месте только заканчивали строительство специализированных помещений. А уже сегодня есть первый результат. Пробная дойка осетра позволила получить более 70 килограммов черной икры. С недавнего времени «Белосетр» объединился в кооператив еще с рядом предпринимателей. Это позволит создать замкнутый цикл производства – от оборудования до реализации готовой продукции. Это, можно сказать, предприятие, которое выступит интегратором развития этой отрасли на территории Белорусской области. И уже или фермерам, или предприятиям, которые будут начинать этот бизнес, будет легче, потому что уже есть с чего начать, есть как посмотреть, что посмотреть. Есть люди, которые готовы дать совет, сопроводить. И, собственно говоря, риски реализации проекта многие могут быть сняты. Для производства черной икры не понадобится «Волга». Достаточно будет знаний и специально оснащенной производственной площадки. На сегодняшний день мы уже готовы поставлять оборудование, устанавливать оборудование, за ним следить. А также выделять специалистов и со специалистами работать вместе. Еще один пример успешного объединения – потребительский кооператив «Граевронское молоко». Его организатором стал местный фермер Сергей Лафицкий. На сегодняшний день это предприятие выпускает более десятка наименований продукции. От обычного молока до мягких сыров. С реализацией тоже проблем нет. С этого года «Граевронское молоко» начало снабжать своей продукцией школы и детские лагеря района. Мы открыты для всех. То есть, в первую очередь, мы будем ставить в углу угла это качество. Еще один приоритет в сельском хозяйстве области – садоводство. Василий Берзоев – участник целевой программы «Начинающий фермер». Из 23 гектаров земли, выделенных ему по программе, 14 уже засажены яблоневым садом. Саженцы для этого он берет из собственного питомника. Выращивает также клубнику и малину. Перспективы Василий видит в объединении всех садоводов районов кооператив. Знаете, как 10 килограмм тяжелее продать, чем 100 тонн. Правильно? Да. То же самое. Поэтому, конечно, естественно, нужен кооператив, чтобы кто-то занимается выращиванием, кто-то занимается логистикой и маркетингом. А вот уже пример перерабатывающего производства предприятия «Медисан». Здесь нет отходов. Из опилок и обрезков древесины делают пилеты. Эти гранулы используются как топливо для котлов, а их энергоотдача в разы превосходит традиционный природный газ. Все эти точки роста аграрного сектора Граеворонского района получили оценку на пленарном заседании. Граеворонский район, пример, это и, опять же, «Белосетр». Он уже видится как кооператив. Это и молочный кооператив. Сегодня все направления в рамках программы и семейные фермы, и социальное развитие села поддерживаются и правительством Российской Федерации, и правительством Белгородской области. Поэтому перспективы развития огромные, задачи амбициозные, и, соответственно, пути решения неотвратимы и в успех обеспечены. Александр Колотилин, Новости мира Белогория.